вот смотрите сюда вот сюда и сюда это соседняя деревня это мои абрикосы я фильм снимал они смотрели на лицо и говорили саженцы ваши посмотрите на эту красоту то есть ну все нам орла наше сибирское садоводство этим абрикосом 20 лет это первое кому я продал саженцы здесь вся палитра королевский серафима мордафим видели или кто хочет увидеть вот этот момент я фиксирую вот у нас а и кстати еще почему подчеркиваю у нас абрикоса в этом году крайне мало крайне практически нет вот червашка еще есть такие не совсем в общем жизненькие урожая у меня есть вот мои абрикосы в соседнем поселке а в принципе абрикосов нет теперь почему это подчеркиваю потому что значит чего-то добился вот это уже мой сад я постараюсь без комментариев вот это вишни черешни а так пробежимся ветка полностью сломана отпиливать придется вот это вот это вот это вот то есть я еще показывать так вот это 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 да маленький комментарий это дерево я подводил говорят никогда не стесняюсь показывать можно ли считать неудачи что дерево которое мы исполнились 30 лет и которая дала сотни ветер абрикосов прекрасных из мелитополя и называется мелитопольский ранний собирается помирать так вот и ребята я оговорился придет еще несколько лет она продолжает хреновенько но плодоносит но она вот 10 период здесь а вот эти ветки ниже молитесь бога чтобы на штабе никогда не было ран вот они абсолютно здорово и вот здесь от пилю и будет еще боюсь сказать лишнее но еще лет пять десять точно будет и место еще выбрано вот здесь вот запад за этим забором здесь сплошной забор сосед чтобы в щели мы друг друга не видели сделал был уже деньги он сделал сплошной он постарался сделал так что он теперь начал гнить потому что здесь сплошная сырость вот с юга соседние деревья полностью закрыли тень и дерево на все подыхать это яркий пример на ничего дерево подыхает а для нас как это говорю другим наука на боже мой какая скука поехали дальше вот мы собирали коллекцию для савинич которая будет новая коллекция из уже клонов которые на родителей не похоже никак ну принцип такой мама брюнет папа блондин сын рыжий и бегай по соседам нет ли рыжего соседа вот у меня как раз таки рыжие соседы есть поняли да ну в смысле аллегорию поняли вот и вот все эти плоды попали в ведро деление санны которые вы уже прекрасно знаете еще надеюсь узнаете будущее министр сельского хозяйства так как минимум с ее напором с ее мозгами вот с каким-то бешеным энтузиазмом это будет первый чек с дипломом с этим самым диссертации на нашей стороне ранее мичурина ну это попалось вот я почему это снял коротко комментирую если бы я захотел я бы полсотни сортов обозвал бы колоннами торговал бы два раза дороже рвали бы из рук вот а я продолжаю утверждать кроме яблона никаких колонн на планете нет отношения на штамбе противоестественно быстро проходит как болезнь стоит только выпрямить я это пример того что я не халтурщик захотел бы и вам бы сейчас бы столько бы наплел бы что у меня холодно растут да так дальше дальше это 100 граммовые дальше вот это кандидаты в высшую лигу вот это перешел вот это дерево пришло в высшую лигу самое крупное плотство 2 грамма дальше 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 так ну раз попался снимок это вишня в нее внедрена вишня но вишня с генами черешни вот результат такой видели так на это дерево рухнуло бывает я не могу угадать какая ветка рухнет на ней если бы дозрела было бы где-то ведра 2 плоду дальше 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 это все ушло в эти а вот теперь смотрите что получается вот из таких вишен сделал такие а помните людмила из это сам из калининграда вот этот вишенка да я вам черенки высыл так с дерева где вот эта вишня укрупненная и у вас получилось два прекрасных дерева вы отчитывались одна вот такая вишня не меньше если не больше а вторая чистая черешня вот и буду доказывать и доказывать и до самой смерти я буду говорить вегетативный гердат существует вот но обратная сторона вот с такой можно получить такую тоже не скрываю горькую правду из такой можно получить такую поняли да нет я не понял я сначала сделаю а потом начинаю понять честно натворил то теперь сна нету вот 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 с этой рожей я и живу последние 20 лет тех пор как у меня плоды укрупнились вот такой мордой я и живу а вот здесь отсюда нас уже понимать вот так вот так вот так вот вот это дерево да видишь их подвой вылез это же прямо борьба с подвоем лютая его изувечат привьют высоко а подвой изувечат смотрите последствия моей работы но дерево молодой ему 20 лет вот это прививка так вот она привита где-то здесь вот теперь ну кажется здесь скорее всего ниже вот она начала погибать четыре ветки вылезли ниже прививки я ни одной из них не тронул естественно а я должен был уничтожать 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 и вот здесь до метра уничтожать все то есть ничего этого не должно быть вам мириться теперь это погибает это именно с этого из дерева я сделал самое нет не самое так в общем одна из самых сенсационных фотографий с огромными плодами абрикосов а вот это вот вон они валяются видите это подвойные они увеличились два раза вот и сегодня я потом покажу вам может дайте если дойдем сколько мы с него собрали ужас это крупный план вот это обвинение тем кто торопится всегда то руки брать так 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 это все еще поспевает 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 ну короче еще показывает так еще не все а вот тут у меня кстати никогда не комментировать но никогда ой какие у меня получил вот черешня кстати а я видите обросла которые корневой отводки вот а на нет а сейчас это будущее одно не смотрю с подозрением когда что у меня умрешь она не умирает но есть такое случится я перехожу на дюки вот и мои искусственные дюки дюки из самых уже уклоны дюки вот они вот они вот они вот они вот они но это вечно степная не удивишь вот они вот они а вот это интересная фотография вы видите черешня да обработка идет так вот ну да мы сказали фотографировать не их не надо вот я сфотографировал не их а вот это самое вот эти черешни так вот значит елена садовна когда это будет помыто высушенное прочее я просто повторяю слова я вам вручаю двести-триста косточек черешни я вам ниже покажу какого дерева она так вот две задачи будет стоять перед вами первая задача такая надо я черешни никогда не сфотографировал то есть не так после никогда не делал чтобы сфотографировал и садил то есть черешни я семенами не занимался теперь я надеюсь что вы займетесь потому что кроме абрикосов я вам еще предлагаю две темы если вы не разорветесь это самое знаете как трудно когда все хочется а уже все раскрыто да все секреты тайны но полпути пройдено а дальше то кто будет и вот я надо первое установить будет сроки влажность температура хранения косточек чтобы у вас весной взошли из этих хотя бы половина допустим 100 штук даже 100 штук зашло так второй этап простой замерзнуть или нет уже без моих подвоев этих самых без вишневых супер морозоких подвоев второй момент замерзнуть или нет и третий момент сколько из них останется серьезно скоро сколько вернется куда вишню вы нашим мой пример вот он этот новый русский вот он хуторе на другом конце деревни его пять привитых черешин продал за хорошие деньги три из них стали вишнями а тут тем более и вот это все интересно и конечном счете что-то превратится в вишню а скорее всего в дюк то есть вишня черешня в гибрид там вот гены эти эти а кто-то чистая черешня и вот это черешня второй этап можно будет использовать коммерческих целях не сразу подумаешь по отношению довести все равно вопрос сегодня несколько лет вот это вот я вам приготовил такой еще один сюрприз пока вот фотографировал пока катался к вебинару также держитесь пять весь из полей вот весь из полей он парша наконец-то а то я помните говорил мне ни одной паршинки несколько лет не видел вот они дожди но ничего не смертельно так три дня мы собирались вот последние эти черешенки кончена я почему сфотографировал мы чуть ниже будем говорить с ней и не с ней а будем говорить о ней потому что с этим рейдиться надо прекращать но тем не менее это брянская розовая опять я не посмотрел кто автор на то что она имеет прямое отношение я знаю к ней вот и тут получается так мельчайшие плоды ясно сеянцы вот то есть предыдущее поколение то есть черенки пришли из дерева привитого то есть и так черенки пришли срезанным из дерева сеянца мельчайшие невероятно никакого интереса не представляет даже в дачном саду вот значит самобесплодные опылять их некому поэтому это и весь урожай вот тут десятка три но дело не в этом рядом опылитель будет она будет покрыта этим плодами но учитывая мало количества и такой мелкоту я не ругаю это дерево я вам говорю следующий еще один этап вы берете также как в работе допустим с черенками с этих самых сорт образцами абрикосов бродского стоит перенести на другой подвой они могут укрепить укрепиться но там надо несколько поколений теперь смотрим дальше это просто прогулка по саду я не мог не прокомментировать восстанавливать эти персики так царица моя из этих самых лучшие я считаю мире сорт для вообще россии сувенир востока пережил страшную зиму нескольких веток но урожай даже цветы щепочки не замерзли вот что значит подвое так но понятно что это день рождения моё и я готовлю президента знаете почему объясняю объясняю по простому если путин на которой это надежда практически потерял вот за двадцать лет полный ноль это это при том что меня печатали все центральные газеты и журналы полное безразличие полный ноль вот ну что теперь а путин это чудоист самбист вот я по примеру одним из качества должно быть вот это ладно смотрим дальше это урожай собранный был сегодня значит обратите внимание перезревшие только с этого только земли во время съемок я единственно оторвал с дерева и чуть себя руку не укусил за это потому что нельзя примеры показывать как отрывает просто хотел показать какой огромный плод пока вот такая картина а и теперь угадайте вот попробуйте мне сказать какое ведро самое ценное дело в том что здесь есть огромные плоды и вы они довольно морозотики одно дерево с такими плодами кстати сенька сегодня заработал первые 100 рублей пол ведра собрал абрикоса вот эти вот вот она самая цена это абрикос манджурский патриарх вот это самое ценное ведро на свете оккультурился слегка не знаю как потерял морозостойкость и слегка оккультурился пообщался с скультурными абрикосами перемешал с ними гены не слегка окрасился стал съедобный но не эта ценность по двой как по двой ему цены нет теперь он родственник здесь у меня амуры серафимы королевские баи рыжие академики на академиках самое малое все таки еще работа впереди но после того как мы вот эти раз два сколько десяток ведер сняли нет не сняли собрали земли есть такое впечатление что их меньше не стало но и заканчивается этот обзор это просто следующая фотография для любые темы но еще раз хочу сказать господа ученые те кто учит это самое еще если буду показывать вот ну а вы разуйте вы глаза ну посмотрите это по моему советскую фотографию эту сделай прислал ну посмотрите что нельзя садить в яму что деревья специально вылазит ну пожалуйста но будьте людьми но учите других ну сами-то научитесь чему-нибудь ладно возвращаемся вот и что мы тут видим так а обратил внимание вот это вот когда-то мне сычок прислал вот это вот прекрасный сорт монетоба 604 первый урожай вот она классика проходит каких-то 18 лет узнаете я нет вот и у меня это случилось я показывал савинич почти со всеми сортами вот клоны клоны и корежат прививки а я боюсь повторять